Приветствуем вас на канале Мясорубка, свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. И начнем с прекрасной и независимой страны Молдавии. У ребят очередные экономические сложности и самое главное тут, не начать выдумывать всякие лишние причины, искать мотивы и скрытые смыслы. Все дело только и исключительно в экономике, больше ни в чем. Короче, Молдавии стал не по карману вечный огонь в бельцах, то возле монумента погибшим советским воинам и наверху стоит танк Т-34. Очень, говорят, дорого стоит. У Молдавии есть деньги на многие вещи, например, на то, чтобы переплачивать в 3-4 раза за газ ради того, чтобы покупать его не менее чем у двух разных поставщиков. На это у них деньги есть, причем надо полагать, на эти деньги можно было бы несколько десятков тысяч таких вечных огней содержать. К слову, достоверно известно, что тот второй источник банально перепродает все тот же газпромовский газ, который Молдавия могла бы закупать и сама напрямую. Но это не по ценностям, не по феншую. А на ценности особенно европейские. Деньги Молдавия найдет всегда. На худой конец. Очередную железную дорогу, которую ей построил Великий Советский Союз, распилит на металлолом, говоря, что ей такое не нужно. А вот на вечный огонь денег нет. Так бывает. Не ищите здесь политики. Чистая экономика. Весьма порадовала Турция, которая и заявила, что все до единого Байрактары, которые когда-либо у нее закупались, она может не просто отлично использовать, но и более того, развернуть против той страны, которая их купила. Давайте процитируем дословно это роскошное заявление. Глава компании-производителя Байрактар Макина, Сильджук Байрактар, заявил, Турция может использовать ударный БПЛА Байрактар против их текущих владельцев, то есть развернуть купленные беспилотники против хозяев. Такое решение предусмотрено на случай, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против самой Турции. Страны, производящие передовые устройства, контролируют эти устройства, пояснил Байрактар свою мысль в эфире ТВ-1000. Вспоминается старая комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Замечательно, Марфа Васильевна. Ну, замечательно. Ибо, а что тут еще сказать? Самая лучшая реклама того, на что тратят деньги те страны, которые боятся западных санкций и не желают закупаться в России. Причем ведь, что характерно, их даже не устроила функция удаленного уничтожения. Нет. Надо именно использовать против текущего владельца. Интересно, кому же предназначен этот яркий сигнал? Впрочем, там же неподалеку, тоже на Ближнем Востоке, случилось еще одно рукопожатненькое событие, которое почему-то в очередной раз обошли удивительным молчанием все наши светлоликие сограждане. Дело в том, что Палестина совершила страшное преступление, нарушила все возможные нормы и принципы, буквально растоптала общечеловеческую мораль. Что же она сделала? Она обратилась в Международный суд ООН. Да-да. Теперь это считается преступлением высшего государственного разряда. Помнится, во всех западных фильмах всегда говорилось одна и та же фраза. Кто-то подал в суд, но и бог с ним имеет право, законам не запрещено, пускай он сперва этот суд выиграет, потом будет волноваться. Так вот, Израиль ждать не стал, он начал волноваться сразу и ввел санкции против Палестины в ответ на ее обращение в Международный суд ООН. Правительство Израиля приняло ряд мер против палестинских властей из-за резолюции об обращении в Международный суд ООН по поводу оккупированной палестинской территории, сообщает газета Иерусалимпост. И почему-то ни один Блинкин или Бербак с хабиками не возмутились. Ни один Боррель не обострился после того, как ни одна Алла Борисовна Погачева не взволновалась. Все так и надо, все так и должно быть. Израиль наказывает Палестину за резолюцию ООН об обращении в суд и за оккупированных территорий. Помнится, года полтора назад вся наша неположивая общественность негодовала по поводу одной новости из Казахстана. Там какая-то женщина просто написала, что в деревне снег, не убран. И на нее стали дело заводить. И как же негодовали все наши ребята со светлыми лицами. Это был просто апофеоз всего худшего для них. А тут гляди-ка, молчат. Все у них хорошо, все их устраивает. Как там принято говорить? Нельзя, мол, нападать на соседнюю страну. Что-то там еще в том же духе? Не, не слышали. Кому-то нельзя, а кому-то, ну, не совсем не нельзя. Все животные равны, но некоторые равнее других. Торжество Оруэлла и Кавки в Западном мире, там это считается нормальным. И, кстати, чтобы не вставать два раза и раз вспомнили про Оруэлла и двоймыслия, про война это мир, а мир это война, то невозможно пройти мимо еще одной роскошной новости. Депутат парламента Норвегии Кристин Тюбрин Гиде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он написал в пятницу на своей страничке в Facebook. Кстати, запрещено в России. Сегодня я выдвинул кандидатуру генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Столтенберг заслуживает награды за свою выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для Альянса время. Здесь следует начинать даже не с поиска морали и логики. Здесь следует начинать с завещания Альфреда Нобеля. Потому что, как это ни странно, про Нобелевскую премию мира он оставлял особые и очень конкретные указания, словно чувствовал, что тут перегибов с исполнением его воли будет особенно много. Забавно, что расписал он все четко по-белому. Все читали, все в курсе, все знают. Но все равно делают с точностью до наоборот и плевать хотели на завещание Нобеля. Итак, Альфред Нобель очень ясно указал, что если вклад в дело мира всех претендентов, которые выдвинуты в тот или иной год, оказался недостаточен? Если никакого мира даже близко не наблюдается на горизонте, и это является лучшим и объективным показателем того, что премию мира не заслужил никто, то ее и просто выдавать не следует. Ибо если мира в помине нет, значит и награждать в этот момент некого и не за что. А тут генсека НАТО, Нобелевской премии мира. А чего уж тогда задним числом не наградить Гудериана, маршала Паулюса? Или кто там еще вносил такой же точно весомый вклад в дело мира, как и Столтенберг в наши дни? То-то гляди, мира на планете выше крыши, точно Нобельскую премию давать пора, явно заслужил. Но, как и было сказано, Орвелл, торжествующий и всепобеждающий, таков вот Запад, двоемыслие и война это мир, а мир это война. Кстати, очень интересную мысль обо всем, что творится сейчас в Европе, высказала представительница одной голландской правой политической партии Ева Влар Динкенбрук, сделала в эфире национального телевидения смелое предположение. Если целью является упразднение национального государства, как это происходит не только в Германии, но и в Нидерландах, во Франции, чтобы сформировать эту единую безликую Европу, тогда ведь это даже хорошо, если в стране беспорядки и разрушаются социальные связи. А что если подобные эксцессы, как в новогоднюю ночь в Германии, правящими элитами европейских стран, вполне себе принимаются в расчет? Ведь если целью является все большее сращивание европейских государств в единый безликий наднациональный организм под названием Европейский Союз, где все являются европейцами, не помнящими родства, то может с точки зрения властей даже и неплохо, что разрушаются социальные связи, что миграция размывает культурные коды в Германии, Нидерландах, Швеции и так далее. Честно говоря, глядя на все то, что в последние годы творится на Западе, примерно к одним и тем же мыслям приходят уже и все нынешние наблюдатели. Причем на теорию заговора это даже не тянет. Какой тут заговор, когда все прямым текстом, когда в Берлине официально висит плакат социальной рекламы? Представьте только, насколько более свободным мог бы стать этот город. Стерилизуйся. Когда по всему Западу активно пропагандируется и даже навязывается идеология child-free, когда Джастин Трюдо в Канаде вместо помощи социально незащищенным слоям населения выписывает им бесплатные эвтаназии за государственный счет. Это что, похоже на заговор? Это политика, которая открыта и официально, проводится законно избранными властями очень многих стран. И на этом фоне какие-то там истории с мигрантами это уже практически пустяки, на которые обращать внимание смысла-то нет. Права или нет, фрау из Голландии покажет время, а пока что Европа насаждает новые ценности. Цветущий сап Жозепа Борреля цветет как никогда. Запасаемся попкорном и машем. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша. Продолжение следует...